здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня у нас гостя ксения привет маргарита скажи пожалуйста немного себе ну на данный момент я являюсь аспиранткой университета бирмингема в англии я сейчас на первом году обучения занимать молекулярной биологией исследую врожденные механизмы резидентности бактерий к антибиотику вот изначально я училась в томском государственном университете я в томске родилась туда же пошла в бакалавриат на биологию закончила и жизненным таким обстоятельством так случилось что сразу после бакалавриата я смогла переехать в англию вот и сначала я здесь подрабатывал официанткой потом нашла уже через пару месяцев работу по специальности микробиологом вот и отработала микробиологом два года все эти два года я пыталась выиграть хоть какую-то стипендию чтобы продолжить свое образование потому что я хотела оставаться в науке вот и через два года я нашла стипендию выиграла ее и вот сейчас я студентка аспирантка и в свободное время я веду свой youtube канал про биологию рассказываю как прикольно быть молекулярным биологом ученым ну для поступления я думаю самое главное что нужно это ваша активность вот и как бы упорство вот я думаю диплом бакалавра нужен обязательно на некоторые специальности также нужен диплом магистра но вот в англии например я слышала что в сша диплом магистр не требуется например вот для биолога можно сразу после бакалавриата подаваться в аспирантуру и это будет ну совершенно нормально вот потом еще нужно очень много общаться с людьми очень много нужно подавать заявок на всякие разные стипендии постоянно их искать вот например у меня в самом первом году была ошибка то что я понадеялась только на одну стипендию подала на нее думала я ее выиграю конечно же ничего не выиграла вот а в следующем году я подалась уже на 30 разных стипендий вот и когда я подавалась то я писала напрямую научным руководителю я говорил что вот я такая-то такая-то мне интересна ваша тема вот поэтому поэтому если вы заинтересованы по мне вот мое cv можете почитать ответьте мне давайте с вами созвонимся насчет того чтобы дальше какую-то работу с вами проводить там я поспрашиваю у меня поспрашиваете и мы продолжим дальше совместную работу и вот так вот у меня все получилось а вот потому что первый год я конечно же такого не дело я просто подавала эти самые заявки просто в пустоту в небытие а вот поэтому я думаю что вот это нужно по возрастным ограничениям я не думаю что здесь такое есть сейчас я работаю в лаборатории у нас 8 человек а все мы примерно ровесники вот но это потому что как бы люди они сразу после бакалавриата пошли магистратуру и сразу пошли в аспирантуру а вот и тут такой такая коллекция молоденьких вот но когда я подавалась в аспирантуру я общалась с другими преподавателями я спрашивала кто у вас там научной группе находится и вот в одной из научных групп сант-эндрюсе это в шотландии были ребята вот у научного руководителя которым типа по 35 по 40 лет например вот они были тоже аспирантами у него вот так же у меня есть один хороший знакомый он подавался на стипендию глобальное образование это стипендия от российской федерации дается на обучение ребятам за рубежом можете поступить в любой вуз и вам россия даст деньги вы отучитесь этими деньгами потом вернетесь на родину в россию и должны отработать будете по контракту три года в россии а потом делать ну чё хотите и вот к этой стипендии у моего знакомого очень много ну преподавателей ну не очень много но и вот преподавателей с которыми у которых он учился они вот по ней поехали и поступили в университет получили вот это приглашение для пищи студента и поехали и отучились в аспирантуре здесь магистратуре тоже можно вот поэтому возрастных ограничений как такого нет я знаю что ты выиграла грант расскажи пожалуйста немного об этом как тебе это удалось и насколько это было сложно или может наоборот легко ну это было сложно но потому что я очень много подавала заявок на стипендии и обычно вот эти заявки они выбрасываются в интернете примерно в одно время вот то есть где-то я подавалась сентября 2019 года по наверное февраль 2020 года вот в этот период я просто сидела на сайте find phd.com очень хороший сайт если вы хотите поехать там в аспирантуру то все стипендии там вот идите туда и вот эти все полгода я постоянно смотрела что там новое появляется подавала туда свои заявки и каждая заявка она уникальна во первых это нужно найти эту заявку почитать какую-то информацию про профессора почитать статьи которые к этой заявке прикреплены разобраться с проектом под этот проект сделать cv вот то есть это не относим я сделала и одно и тоже рассылала а вот я именно модулировала его под каждого преподавателя потом надо написать ему письмо отправить с этими со всеми документами моими потом с ним надо связаться если он как бы пошел на контакт надо с ним договориться встречи к встрече тоже подготовиться еще раз все перечитать чтобы ты как бы казалось умный и очень заинтересованы в его проекте вот потом ну если все прошло дальше то нельзя терять контакта с этим человеком потому что он сказал что да очень интересно давай будем подаваться вместе но таких как ты может быть несколько человек и чтобы как бы не слез нужно постоянно с ним общаться постоянно говорить вот я вот прочитал вот эту статью очень интересно давайте может быть ее обсудим а что у вас там происходит в лаборатории чем там занимаются эти самые ваши другие студенты вот то есть постоянно должен поддерживаться диалог и вот то есть вот такого диалога не было слишком много есть несколькими преподавателями вот так вот за эти полгода набрала несколько преподавателей и постоянно с ними общалась вот но мне не хватило сил короче и с одним преподавателем ну просто потерялся диалог типа и все и он перестал со мной общаться он перестал как бы меня продвигать дальше по стипендиум как бы с ним договорились но я как бы больше акцент сделала на две другие стипендии и вот ему я как-то ну отвечала и там через два дня через три дня и он короче слетел но зато вот с этими двумя преподавателями с которым я очень хорошо закончилась у меня все хорошо прошло они оба меня номинировали на стипендию мой бы на обе стипендии хорошо подготовилась и все и прошла его бы даже получила вот на самом деле вот саму стипендию получить не очень сложно потому что и в первом и во втором случае у меня было просто собеседование на 30 минут одно было другое на час на первом самом интервью это панельное интервью то есть там собираются несколько человек обычно это около трех но вот в первом на первой стипендии 3 сидела во второй стипендии 2 только человек сидела на первом было в самом начале рассказать презентацию либо о своем предыдущем учебном проекте то что я например бакалавриате дело диплом защищал или о своем будущем научном проекте это нужно обсуждать с преподавателем и все это делать на пять минут и мой препод сказал а давай-ка мы короче все с тобой совместим ты и про прошлый расскажешь и про наш будущий расскажешь и ложится в пять минут к ну и хопа ну ладно давайте попробуем а вот уложилась потом после эти минуты рассказывал презентацию потом люди вот эти задавали вопросы мне по презентации вот эти три человека по методикам которые я использовала по результатам которые я получила были вопросы например о том а если бы ты продолжила осталась в бакалавриате я продолжила этот проект как ты видишь чтобы он развивался ну такие вопросы потом были вопросы уже типа про мою персональ так сказать а вот почему я там хочу в этот университет например почему я хочу им на phd продолжать какой я вижу свою карьеру дальнейшую а вот даже интересный вопрос типа вот представьте что у вас вы выиграли грант на миллион фунтов и вы можете организовать свою собственную лабораторию вот чтобы вы там делали расскажите пожалуйста а вот короче очень такие вопросы но они были такие тяжеловат на самом деле это вот то что я рассказала такие лайтовы там гораздо глубже ребята копали на этом панельном интервью и вот второе интервью там ничего не надо было подготавливать никаких презентаций но нужно было тоже рассказать про свой проект и они ну как бы суть интервью заключается в принципе в том чтобы понять человек вообще способен сделать аспирантуру какая у него мотивация какой у него бэкграунд и действительно сможет ли он вот дальше в науке как-то развиваться чего это ему вообще а вот и тут как бы разговорный английский и очень и очень даже сильно нужен вот но я думаю что в принципе в принципе это конечно это сложно потому что это очень там психологически давит вот тем более если вы на несколько стипендий подаетесь и пытаетесь там что-то 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 сделать вот ну но в принципе это реально вот тяжело но нормально невозможно сдавала ли ты айлс айлс и я сдавала да а я сдавала два раза потому что я хотела изначально подаваться на программу чивнинг вот наверное некоторые слышали чивнинг это программа британская вот это британский грант который дается людям для того чтобы они прошли магистратуру в британии это там специально для лидеров там привлекаются всех со всего мира чтобы они отучились британия именно и потом вернулись свою родину и как бы такой нетворкинг пытается британия делая со всеми другими странами чтобы другие вот лидеры возвращались и там говорили вот британия это круто битая это классно и какие-то контакты устанавливали между британией своей страной вот и это дается стипендия на магистратуру магистратуру разумеется как и в бакалавриат нужно сдавать айлс я сдавала два раза два раза я не дотянула до среднего балла дать до минимального балла точнее я не дотянула университетах англии обычно для тех кто хочет изучать там биологию или какие другие науки именно средний балл айлса по моему 6 с половиной вот я подавала в юсиель я подавала в бирмингемский университет я подавала еще в клин-марии ну во многие другие университеты на программ магистратуру меня везде принимали а вот кстати принимали меня потому что у меня был красный диплом вот это очень важно я забыла сказать для того чтобы все-таки попасть в аспирантуру а вот и для того чтобы быть как-то конкурентоспособным вот меня взяли потому что у меня был красный диплом и я еще очень много в конференциях участвовала пока была бакалавра у меня там больше 15 выступлений на конференциях накопилось и тезисы этих сборников конференций вот я как бы выделялась из всех поэтому ну как бы мне повезло вот